И вот здесь, конечно, мы наблюдаем такую дискуссию в обществе, которой не было очень давно. Скажем, я уже, ну, как-то помогаешь читать на себе данность, но было для меня такая жидкость, когда читать, что я там, представить, когда он, то, что я, оказывается, за Майдан, да, и против России. И вот здесь давайте все-таки, с вашим позволениям, поговорим об отношении к тому, что происходит в Украине. Я был, катался в Крыму, как раз за тот момент, тот день, когда было принято решение в Крыму, как-то, по-моему, это об Левгении Фемма. И вот у нас шли встречи с местными, если не с местными, и это было такое, знаете, такое живое, такая живая болезнь, живой страны. С одной стороны, с одной стороны, душа армия, нас зовут, на другую сторону, мы там, как-то, там, за российскими военными, и пришли сюда, за, там, имейские банки, да, еще сейчас не были. И вот эти мысли, которые мы тут хаческуровались, которые приезжали, да, там, не старая пряжа, которая дает, а у нас же все попросит, много руки, зачем это, чужие конкурсанты, когда есть свои, знаешь, вот эти мысли они преследовали, как очень много. Но, несмотря на это, да, моя позиция всегда была, что он все-таки, как-то вспомнил на русской земле, Крым, это наш. Я скажу, что вообще ничего нет в России, у вас в России не нашу. Я скажу так, вот эти все семена, о которых тут идет речь, они в течение всего лет сдохнут, а вот эти территории, они какие-то будут, и они останутся. И вот смотрите, что касается, что касается Донецка, что касается Лугаза, тех событий, которые происходят сегодня. Конечно, после присоединения Крым, Россия оказалась в победе. Вообще не считаю, что Крым был присоединен по начисок, энтузиазме, прежде всего того Сергея Аксона. Который, парень, когда освоился в свое периминальное прошлое, просто оказался таким духолитым парнем, который не умеет включать задник. Крым, который мы сказали, давайте, ты начни его поддерживать, но могли бы не поддержать. Он начал поддержать и получил. Но Крым оказался некий такой репет, таких сектор, в которые тут все, действительно, поставили. А кривеновскую систему нужно подводить, иначе он просто сок. Вот Крым без Донецка, Лугаза, Харькова, Одессы, он окажется в полной изоляции. Просто высохли, его задушили. Даже начиная с пресса воды, потому что еще две недели назад в правительстве стоял вопрос, как обеспечить водистику. Как проспать по морю, по воздуху или как-то на машину через этот узкий коридор 8 километров. И вот, конечно, Крым без Донецка уже не мыслит. Потому что нужна территория, что просто она раздевалась. И вот, но это сегодня делается настолько топорно, настолько воровато, настолько люди, вот те, кто сегодня правительство, те, кто от Путина, которые отвечают за вот эти все это взберзанки, они боятся поднимать национальности, боятся, что вместе с ним покинется русский дух, который поднимается несмотря ни на что. Да? И вот здесь смотрите, что очень интересно и опасно для власти. Я считаю административно, очень сложно сказать, что вот, как скажем, членом в Украинской области означается «торглос в области». Те же полиции, даже система, наследство Советского Союза все построили одинаково. Но Украина показала, что 200 вооруженных, даже не вооруженных, подготовленных к бойцам, и толпа в тысячу человек, она может брать власть в области. И если сегодня будет-будет подъем национального духа, то это может перейти вот сюда. Поэтому вот там, как вот так запрыть, вот так поворожки, опустить глаза, построили завод, но ни в коем случае не поднять вопрос идеологии, просто национальный идеолог, просто зарождение. Потому что какой начался подъем у всех, несмотря на все там, ахит, сдохи и так далее. Но когда мы начинаем говорить, что давайте трезво, с точки зрения политиков, историю, аналитики, не занимать одну из сторон, и не орать, да, у этих крикунов, пропагандистов, как и та, у другой, историю, по словам, хватает под ванну. Но давайте взвешиваем еще, представляете, понимаете, что там происходит. Почему гибнут люди, почему не хватает ресурсов, почему так долго там занимаются аксельские планы? Кто ответственен за вот эти все жертвы, когда люди выступают за Россию, за оптверждение, да, и гибну, не получая должной поддержки, не получая опору, кто за это отвечает? Тут же идут обвинения, чуть не столько, что вы поведаете. Ой, ребята, вы проплачены вере. Понимаете, тоже да. И вот, любая, конечно, вот эти гибну, которые сейчас уникальны, это люди, которые, знаете, раздались в этот звездный час, которые свое близоблюдство, многолетние коронизм и жадные, ничем не оправданные, вот эти политические попрошайки, они сегодня пытаются коронизировать, коронизировать такой псевдопатриотизм. Да? Они, восхваляяя все это время Путина, не совершенно правильно, не будучи способны оправдать вот эту некую любовь, они же скажут, что мы хотим вот получить за ней что-то, на перспективу. Вдруг они вот осуществили, сверили эти истории Путина и присоединения этих территорий, этих земель. Хотя это не большая разница. И это мы сейчас видим, потому что сегодня движение вперед, это только за счет государственного глуха. За счет пассиотария, который, там, на протяжении, да, на протяжении вот многих лет, да, где-то сидели тихо, нас походят в любых должностях, интеллигенциях, полициях, где угодно, где сегодня постоим. Знаете, как говорят, что на войне погибают лучшие, но лучшие они с собой только благодаря войне. И вот сегодня мы видим все это в Украине. Но при этом, когда идет вот этот вал, в общем, нас пытаются искусственно строить в бане, потому что тоже, например, представитель сейчас Савель Севастьян, потому что вообще-то, выдвигая, зарапортовался товарищ, уже не знает, как послаще, да, и красивее все это сделать. Они уже говорят, что другого народу. Украинцы, другого народу, здорово, потому что даже москваля, это враги, и если их не уничтожить, они дойдут до Москва. И Путина. Ну, я, ну вот, Саша, что вы слышали? Все присутствуют там, да? Практически дословно я инцитирую. Но они понимают, если вы понимаете, что они несут ответственность за те неоправданные или неоправданные. Потому что бывает корречная смерть. Правильно, вообще, популярно. Неоправданные смерти, там, детей и женщин, случайно, там, людей, которые в истине болеют за русскую землю, что-то не ненавидит. Вбивают все эти ледовители. Знаете, когда лев рвет дичь, радостно будет только шахал. И вот, вот это шоколю мы сегодня наблюдаем. Триумф и этой сволочи. Которые себя вдруг почувствовали карателями, плачами, Вышинскими, Которые могут уносить приговоры, плянить. Да? На лицо, оказываясь просто пилили. Мы так не лежали. И вот здесь это нужно действительно очень четко разбираться. Вот, несмотря на то, что я ездил с Крюри, я видел вот эти, именно кордоны, когда за свои деньги эти кордоны были перед Севастопом. Вот с этой ребятишки, в Казани, с этой ребятишки, многие из них рационалисты, которые приехали с разных городов за свои деньги. Живут за свои деньги там. Потому что я уверен, это обменется процентом тех средств, которые выделялись через спецоперации, которые в Москве оставили. И каждый из них понимает, это вот Севастополь, Крым, в котором они, может быть, были, вверх. Потому что это где-то, настоящий дорогой Аллахольский, это такая, да, фарамон, у меня очень многие. А здесь они приехали за свои. И они понимают, что любое, да, любое движение со стороны Украины, конечно, одно сметет их в раз. 15 лет они уже на них не поддерживают. И при этом, вот эта вся шваль на льдах, как не боевые, как не боевые. Подогревающую ситуацию. Наши всем патриоты, и главная ошибка, они не понимают, что такое власть, они себя ассоциируют и отождествляют с властью. Они всем говорят, мы, наш Крым, наша Россия. А я говорю, что мы это надо разбить на части. Вот мы это совсем не власть. Я всегда говорю, они, вот в Кремле сидят не мы, а они. Они взяли Крым. Вот у нас определенные шаги олигархов, Абрановича, Дерипавских власти захватили Россию. Теперь они захватили Крым. Теперь хотят захватить их до властью. Как вас есть власть? И отождествляете ли вы себя с этой властью? Говорите ли вы про них мы, или говорите про них они? Вот о чем я говорил, да? Вот то, что нам пытаются наизвать. Ага, вы пытаетесь называться правдой, если помнишь Путина. А вот это не из каждого страны. Вы говорите, что вы говорили, значит, за Путина. Вот, да, это наш рынок. Это я себя не отождествляю с властью, потому что у меня пять лет уголовного исследования только для этой власти, и для этой системы, которая живет у меня, а вот не собирается менять, потому что идешь в их защите. Как я себя могу отождествлять с властью? Если у нас вся из себя, как женщина, которая была бы преследовала в 100 кулей, как я могу отождествлять с властью, если я видел, что там происходит сюда хоть в Умру, и когда мои знакомые, друзья сейчас находятся там в лагерях, впоследствии называют, как я могу отождествлять себя с властью? Но я себя отождествляю с Крымом, потому что это на нашем деле. Я себя отождествляю с Крымом, потому что это наша земля. Пока еще пять раз. Сказать, потому что наши, знаете, наши, наши. Если вы говорите, то наши мы. И мне, и меня поднимает, я это говорю, для нищего. Для нищего. Для нищего. Сейчас, давайте. Спокойно. Наш Крым. Наш Крым. Наш Крым. Наш Крым. Красивое, некрасивое. Нравится, не нравится. Но сегодня это стало нестанциальной идеей. Это то, что сегодня понимает наслажденный дух. Это то, что уставляет сегодня каждого идентифицировать себя с империей, с Россией, с этой землей. Я говорю, вот что такое наш Крым. Если то же самое, там, наш Крым, там, наш Крым, там, наши будут там еще что-то. Пусть это будет так. Если не будет этого, то что такое? Опять? Опять ползти, там, на кухню, скупоривание, чередовь, там, флакон с водкой, там, выставить карсировок? Что с такой, там, ты считаешь, готовы ли общество к проведению общественной кампании, потому что, безусловно, фактическому, физическому, соединению Крыма способна достаточно быстро и эффективная пропагандистская кампания? И второе, как ты считаешь, кто может это инициировать? Должно ли это идти, как бы, сверху? То есть это Путин, высшие эшелоны власти? Или, условно говоря, какая-то группа политиков, может быть, националистов, может быть, флотов, может, эту кампанию инициировать и действительно эффективно провести? Как ты считаешь, настал такой момент? Или сейчас настолько Украина внимание на себя забрала? Компания по ходу. Я считаю, я еще раз говорю, я считаю, что такие кампании необходимы. Эти кампании нужны, потому что, потому что они, еще раз говорю, позволяют нам ощутить, прочувствовать свою правоту, величие нашей страны и величие нашего народа. Если мы правы, значит, мы можем. У меня вопрос об узнании Нелоруссии, и в дальнейшем они требуют то, что создание Нелоруссии, соединение Нелоруссии и так далее. Приднеостровская республика, она тоже, значит, захваждение России. Смотрите, вообще, стратегия Путина по уголовному по уголовному плану, она безупречна. Потому что, если тот план, который сейчас, все получится, то мы получим новые территории. С новыми веками, землями, грозными, северными, не получится. Мы получим колоссальный поток наших соотечественных, беженцев, которые можно спокойно, которые можно спокойно осваивать северные, в дальний восток, потому что здесь, там места уже, официальный занят, даже жить нельзя ображдаться, здесь уже сложно, а вот рассваиваем изнаселенную еще китайцами землю, забрать землю. Что касается вот этих всех, что касается вот этих всех идей проводов, еще что-то. Вообще, когда ехал Крым, и когда идут эти события, для меня, наверное, самый такой неприятный был бы исход, это то, что Крым стал бы некой такой независимой, полузависимой республикой как Афгазия. Вот это был бы колоссальный, поскольку. Но вот этого не произошло. Поэтому здесь сложно, как и сложно гадать, что будет дальше. Да, вот сейчас, вчера встречались с беженцами с Одессовым, беженцами, это те, которые, вот, сейчас, в Украине, на 15-ти, по местным законам, которые обеспечили, вот это все, какое у меня, личное обеспечение, целовое, любого поля в Одессе, в Украине, безговоря, что, да, постоянно пойдет поток. То есть, если сейчас, где-то вот, начнется подбуксовка, чуть-чуть начнется, посыпется все. Поэтому, ну, дай Бог, чтобы это не произошло, чтобы уменьшить, что вырезанное, героическое русское брови, ну, а там дальше, вот эти все идеи, вступить, ну, стало Богу, чтобы, машины, реализовывать. А не может, например, ну, например, Украина, когда эта территория, захотеть, наоборот, отковыться от территории России, так же, как одна территория Украины, под сведением Петербурга? Ну, сейчас, еще, кстати, по поводу правоседки, я хотел сказать, не просто, но вот сейчас отвечу на вопрос, да, можно запускать. И я говорил, что это, например, блестящий пример, для кого-то опасный, для кого-то вдохновляющий, о том, что 200 были подготовленных ребят, и толпа в тысячу человек, которые готовы идти на определенные религиозные победы, и странцы боя, она бы подумала, что можно захватить власть в любой области, и потребовать их уважаемые. Да, Россия, действительно, это, когда реализация власть может, она может посылать. Но это не двигало, как бы, не открыть. Эта схема, она отработана уже камерами. да, это хороший пример. Но, опять-таки, я считаю, что даже если Патрульский пытается откроваться Патарстан, и начнутся там какие-то определенные события и волнения, то, американские это вытащит страну из этого абсолютно духовного вахтного болота, которое находится. Оно заставит подняться. Если, хорошо, вот мы посмотрим, сколько тогда Патрульский подрастает, реального уступа населения. И, чего оно стоит, если оно встанет на защиту целостности страны. И, прежде всего, будет оставаться на своих телесах, своих семей, своего будущего. И, то же самое, ко всем, как говорили, герои, это же жизнь, они спящие. Нам, все остальное, все остальное, понятно. Не хочу сейчас договаривать 282. Да, по поводу правого сета. Если вопрос уже зашало, садитесь. Вообще, я не верю, что господин Ярош в следующих разы будет рядом с Муговым, да, гражданин указан за заслуги передотечеством, героя России. Потому что все, что делает правый сектор, все, что делает Ярош, это, конечно, напоминает действия. Помните, как КВТшники перебивались в форум СС, форум на anticorps, и устраивает верение собственных территорий, по нашим советским догоняя жутко-терпекистому заседания, называя нервис, и мобилизуя Ильдерфовс, То же самое делали Гильдаровск, это муниверситет, пускайский солдат, и исчезнули на опередики к нашли, заставляя людей идти где-то. Я еще раз говорю, я здесь говорю свое мнение, я сказал, мне удивлюсь. Проект ВНД, вы почитайте, почитайте, и где я вы стою? Меньше смотрите телевизор, больше читайте, мой совет. Это война, это война, это война. Люди любят и сильны за победу, только за реализацию цели. Читайте там ученики того же Орлова. Читайте Настандинова, который пишет на этой матче. Тоже Харалов. Читайте Харалов. Доктор Харалов Кунис, который сидел в арбаке, все-таки хорошо. Давайте выстоящее искусство не сползать, потому что каждый неопитет. Вот об этом мы и говорили. Что у кого больше арбитов, у кого прав, у кого больше сточет, у кого больше здесь. Что вы скажете, что не было этих фальшивых партизанских отрядов? То же самое было у нас. Это зеркальные, зеркальные, зеркальные. У немцев такого не было. У КВД уже растение осталось. У немцев не было. Фальшивые, фальшивые. Представляете, когда это такое? Социферали людей потом было, потом они ставали и уничтожали. Он был хором. Стало. Все. У дуги. Продолжение следует...